Школы Славянского района в нынешнем году стали активно восстанавливать так называемые учебно-опытные участки. В прежние времена такое своего рода подсобное хозяйство было при каждой школе. Здесь в рамках уроков трудового воспитания школьники учились азам аграрного дела. Одной из школ района, где традиция опытных участков не прерывалась, является шестая школа, расположенная в поселке Совхозном прибрежного сельского поселения. Именно она и стала базовой для проведения районного семинара-практикума для заведующих учебно-опытными участками школ района. Дети будут летом приходить на практику, как раз вишня в это время поспевает. О Чеховском вишневом саде мечтает заведующая учебно-опытным участком школы номер 6 Татьяна Капралова. И есть уверенность, что такой сад скоро здесь вырастет. Ведь к вопросам агровоспитания в этой сельской школе относятся с должным вниманием. У всех классов, кроме девятых и одиннадцатых, есть свой маленький огород. В течение учебного года ребята осваивают теорию, а весной и летом учатся применять эти знания на практике. У нас программа есть, сельхозтруд так и называется. Сроки посадки у нас есть, как обрабатывать, какие удобрения. Дети учатся трудиться, сплачивает их, естественно, помогают друг другу. Кто-то дома трудится, кто-то нет. Им интересно, как вот с маленького семечка вырастает какой-то плод. Они с удовольствием собирают. Своими многолетними наработками шестая школа готова делиться с коллегами, у которых эта работа только начинается. А таковых, согласно анализу, проведенному сотрудниками станции юных натуралистов Славянска-на-Кубани, немало. Большая часть из них похвастаться может только цветниками. Но для преподавания аграрных знаний этого мало. Учебно-опытные участки раньше существовали во всех школах, они функционировали, они приносили огромную пользу учебно-воспитательному процессу, поскольку дети и приобщались к труду, и могли производить всякие опыты, исследования на участке. В последние годы эта работа немножечко затухла, мы эту работу в районе стараемся активизировать. Вот и этот семинар, это очередная ступенечка к тому, чтобы работу эту в школах наших поставить на нужный уровень. Конечно же, учебно-опытный участок, я надеюсь, что в этом году будет в каждой школе. И на этом учебно-опытном участке будет не только цветочный-декоративный отдел, или в лучшем случае дендрарий, но еще обязательно будут опытнические делянки. Это будут отделы экологии, отделы начальных классов. Возможно, у кого-то будет отдел закрытого грунта, то есть это теплицы, парники. У кого-то, может быть, возникнет какое-то подсобное небольшое хозяйство, может быть, это какие-то ребята будут разводить кроликов, какие-то курочек. Ну, то есть, это все в наших планах есть. Принять участие в семинаре был приглашен заведующий производством тепличного комплекса предприятия «Садгигант» Михаил Толстобров. Высококвалифицированный агроном, бывший воспитанник станции юных натуралистов, поделился своим опытом и отметил возможность сотрудничества, образования и аграрных предприятий района. В отдел образования с нами переговорили, допустим, мы можем выехать, приехать, потому что все мы и кто-то селяне, кто-то горожане, но все равно все должны помогать друг другу и быть, так сказать, в сельском хозяйстве все вместе. Во второй части семинара участникам было предложено познакомиться с практической стороной организации этой работы на базе станции юных натуралистов. Трудовое воспитание и аграрная грамотность важны для жителей нашего земледельческого региона. Задача повышать их ставится на уровне Законодательного собрания Краснодарского края. Ведь общение с животными, уход за растениями, знание законов земледелия и животноводства воспитывают в подрастающем поколении ответственность, аккуратность и трудолюбие. Не только научить работать на земле, но и возродить исследовательский интерес к вопросам земледелия. Такая задача ставится перед руководителями учебно-опытных участков. Ведь именно такие заинтересованные школьники в дальнейшем должны составить надёжный кадровый резерв высококлассных специалистов для отрасли сельского хозяйства.